Так, всем привет, с вами Добга и продолжаем играть за Германию. В прошлой серии мы полностью покорили основные западные державы, теперь мы будем заниматься Балканами. Ну и будем ждать, пока достроятся основные наши морские силы, очевидно авианосцы. И я еще думаю, может быть стоит подождать вот этих кораблей, но в целом, наверное, воевать мы начнем уже на море с авианосцами. Плюс параллельно здесь у нас эсминцы достраиваются. Я еще сверху заказал серию легких крейсеров, когда достроятся авианосцы. Эти 20 верфей пойдут на них, потому что прикрытия у нас все еще мало, объективно говоря. Нам все еще нужно больше прикрытия, тем более у нас авианосцы еще добавятся. Короче говоря, пускай достраиваются. Но в целом наш флот уже боеспособен, с авианосцами будет еще и опасен. А тем временем, как я сказал, занимаемся Балканами. Сейчас я уже делаю КБ на Югославию. Мы тут можем в теории заниматься влиянием на Румынию, на Венгрию. Их себе забрать. Давайте в целом, мне это не нужно. Тем более, что фокусов там нет. Но ради так чисто любопытства, интереса, давайте-ка с всеми, кроме Югославии. Будем нажимать кнопочки. Югославию мы захватим, как и планировалось. Кроме того, оккупация в Норвегии, я так понимаю, Рекс-Комиссариатас получится у нас. Ну да. Давайте-ка, оп, отлично. И смотрите-ка, здесь у нас уже есть войска, которые будут гарнизонить. Эти войска я отправил в Швейцарию сюда. Можно в Швейцарию потом захватывать. А уже вот эти вот войска у нас справляются сюда. И тоже будут тренироваться. Гейералтис на самом деле есть. Они уже будут высаживаться в Лондон в будущем. И я думаю, достроим мы еще немного истребителей. Ну, я думаю, пока вот балканами занимаемся. И потом начнем уже битву за Британию. Поехали. Нам дали юнитов СС, которые нельзя поменять. Они выглядят, ну, очень так себе. Давайте сюда куда-нибудь и, ну, тоже какому-нибудь полупокерному генералу, так сказать, отдадим. Ну, вот, не знаю. Куда-нибудь пускай сюда. И они пускай занимают у нас порты на севере. Здесь я не сильно ожидаю какое-то сопротивление. Видим, здесь пускай они их... Даже давайте не здесь, давайте в Дании. Я не ожидаю, что туда будут высаживаться. Тем более у нас флот есть. Но так чисто, почему бы нет. Можно еще по кнопщикам задеплоить дополнительные дивизии. Посмотрите-ка, УКВ, видимо, они... То есть это нашим генералам это вроде будет не нравиться. Поэтому, наверное, нам не стоит этого делать. Но я еще не уверен. Посмотрим, может сделаем. Здесь я, кстати говоря, строю ПВО. Потому что, ну, периодически нас пытаются бомбить. Стоит это поделать. И я думаю, есть смысл нажать вот эту кнопочку ради ресурсов. Еще я все думаю о том, что нам бы Италию в войну вообще позвать. Чтобы мы вместе были. Я вижу, они уже потеряли все свои линкоры. И вообще большую часть флота. Ну, ожидаемо. И здесь у них все так себе. Нам бы им помочь. Я только думаю, как нам сделать. Зайти в их альянс. Взять лидерство. И все с этим. Или все-таки вода сюда дойти. И смотрите-ка, мы можем пригласить как раз-таки в наш пакт Китай. Любопытная вещь. Ну, давайте, давайте Италию позовем сначала. В рейкспакт. Посмотрим. Может, это еще какой-нибудь баф нам даст. Часто это бывает так. Ну, окей. Строим мы также радары здесь. Единственное, я думаю, что мы не будем строить прям... Скорее всего, где-то мы пораньше закончим. Но пускай уже стоят два уровня. И здесь четвертый уровень мы не успеем достроить точно. Потому что, ну, если через год, то это уже война с СССР. Я уже планирую там. А здесь, я думаю, возможно, стоит один левел радара построить. Но, скорее всего, не стоит. Вот. Здесь у нас КБ сейчас подготовится. Нападем. И сразу же после этого делаем КБ на Швейцарию. И, пожалуй, Швейцария нам тоже нужна. Сейчас супер важный промышленный тех. Ух, как мы сейчас все будем производить. Просто безумно. Мы уже производим все очень безумно. Просто пять военных доводов по одному среднему. Ну, по одному бомбардировщему тактическому. Сейчас все будет еще круче. И уже новые техи подъезжают. Поэтому давайте-ка на них переходить. Плюс, я подозреваю, есть смысл сделать уже вот так. 158 дней. Опережение на год. Но с бафом пойдет. В принципе, бафаются они солидно. Не гигантский баф, но солидный. Так что можно вполне себе перейти пораньше. Итак, у нас тут переговоры по поводу СС. И, скорее всего, выберу первый вариант, чтобы улучшить отношения с вермахтом. Ведь если отношения будут в плюсе, скорее всего, я получу вообще бафы. Здесь же не сильно важны бафы нам. И нам реально не сильно нужны вот эти войска. Они такие себе. Лучше, конечно же, самому их сформировать, обучить и задеплоить. Правильно, я готовлю вторую танковую армию. Первую танковую армию хочу полностью снабдить. Готовлю себе вот сюда дополнительные дивизии. И также дополнительные гарнизоны для Норвегии и Франции. Ну, скорее всего, в основном Франции. Так, здесь у нас дивизии на позициях. Кстати, дивизии тоже на позициях. Пускай немножко организацию установят. Планирование небольшое получат. И будем сейчас атаковать с поддержкой, конечно же, авиации. Параллельный метод пытаются бомбить, но все как обычно. Ничего с этим нового. Радары, я думаю, неплохо нам помогают. Да, обнаружение неплохое. И я бы еще взял здесь. У меня как раз-таки уже опыт появился. Пожалуй, вот эта вот штука тоже очень полезная. Ну, вроде, вроде получше стало в воздухе. Вроде пореже нам что-то делают. Конечно же, не хватает еще истребителей, но мы над этим работаем. Проблема у нас с покупкой... Что это? Вольфрам, по-моему. И у нас не хватает отношений с Португалией. Они нам эмбарго закинули, как и, в принципе, половина мира. Я бы сказал, не половина, а, ну, 9 десятых мира. Соответственно, нужно подумать, что с ним делать. И я бы, наверное, вот так и сделал. Надеюсь, это разморозит отношения с Швецией. И я смогу у них закупаться снова. Далее все приглашают нас в свой альянс. Но мы опять же дадим до вот этого фокуса. Там посмотрим. Либо войдем и их поглотим. Либо они войдут в наш просто по этому фокусу. Можно объявлять войну. Потенциальные враги Румынии. Я бы хотел все-таки, чтобы они были нашими союзниками. Возможно, мне тогда придется немножко подождать. Кстати говоря, вот эту кнопку уже нажмем. Почему бы нет? И здесь тоже может будет кнопки понажимать. Но давайте небольшой баланс накопим перед этим. Так вот, когда мы сможем Румынию позвать в наш альянс? Нам нужно вот эту кнопку нажать. 100%. По 15 влияния. У нас сейчас там по 13. То есть... Вот эти кнопки надо, чтобы вышли. Верно? Так, есть пакт с Италией. Ладно. Да, смотрите-ка, они вступили к нам. Отлично. Это дает нам вот эту кнопку. И дает нам плюс одного шпиона. Что нам и нужно было. Второй колобок. Тем временем в Советском Союзе готовится. Думаю, мы там неплохо так сможем наделать. И в итоге капиталируется намного быстрее, чем обычно. Давайте все-таки пойдем в Китай здесь вот. И уже закончим наш Берлинский пакт. С Китаем. Единственное, наверное, я бы сразу Китай не звал в нашу фракцию. Потому что там все-таки сила именно в том, что их много. И если из-за этого они выйдут из этого альянса, на них нападут, они могут, кстати, послабее. Их могут задушить все-таки вместе с союзниками. Ну, если Япония с союзниками будет. Так что аккуратнее с этим надо. И, кстати говоря, что у нас по кораблям. Очень скоро они будут готовы. И после этого мы начнем наши операции в Британии. А так, на пора уже начинать операции в Швейцарии. У нас здесь войска полностью обучились. Там автоматически активируется решение. И входим мы в Швейцарию. Достаточно эффективно, я бы сказал. Румыния, кстати говоря, отдает Бессарабию Советскому Союзу. Но я думаю, скоро она уже к нам захочет вступить. И мы одновременно с этим сможем в Югославию атаковать. То есть я все-таки хотел бы, чтобы они не были против нас ради красоты. В Швейцарии у нас здесь все в порядке. В Италии не все в порядке, но ладно. Помощь авиации, мы здесь пробиваемся очень эффективно. Швейцария капитулировала. Танебаум. Танебаум. Упех. Нажимаем вот эти кнопочки опять, как я и говорил. По всеми, кроме Югославии. И мы можем нажать вот эти кнопки теперь. Давайте нажимаем здесь. Ну-ка. Какой вариант историчный, кстати говоря, я не уверен. Ну, по-моему, в Верхней Трансильвании. Но это не точно. Ну да, давайте так и нажмем. Далее пригласим Венгрию к нам. Отлично. И нужно теперь с Румынией тоже наулушать отношения. В скобочках влияния. А вот Трансильвания становится венгерской. Ну да. Например, так оно и было. Так, нам не хватает ресурсов. Знаете что? Раз шведы не хотят продавать нам ресурсы, ну, кто нам остается, кроме как заполучить их силой, верно? Они просто не дают нам альтернатив, я вам скажу. Если бы только было мирное решение, но мирного решения не будет. Истребители тоже ставим, только апгрейднутые. Как получилось? Вот столько опыта хватило. Закидываем. Очень странный отчет в морском бою, но ладно. Я сюда закинул истребителей, чтобы они лучше находили, чтобы они помогали находить корабли. И штурмовики у нас здесь занимаются тем, что эти корабли выбамбливают. В основном, как я вижу, здесь конвои. Всего говоря, конвой смог сбить штурмовик забавно. Тем не менее, пускай так будет. Пока там сопротивление в воздухе не слишком большое. Мы сможем туда еще дополнительно истребители закинуть потом. Почему потом? Сейчас уже. Вот. И будем сейчас начинать борьбу нашу за канал. Потому что наши корабли, наши авианосцы, вот-вот готовы. И мы почти доремонтировали все, что было нам поломано. Так что я бы сказал, это большой успех. И радары наши уже очень хороши уровни. Большую часть побережья мы покрываем. Отлично. И вот они, спущены на воду. Наш авианосцы, вот последний. Наш лот теперь выглядит, но очень солидно. Давайте-ка переместим его в наше безопасное море. И там пускай они тренируются, чтобы здесь вот у кораблей всех были нужные ловла. Хотя, знаете, у нас топлива на это, к сожалению, нет. Топливо вообще у нас в последнее время натяжки. Давайте попробуем вот так сделать. Посмотрим, можем ли мы вообще так делать в целом. У нас хром-тиверят в таком количестве не нужен. И теперь пора нам больше синтетики построить. Пришло время синтетики. Будем застраиваться. Плюс 20% полезно. Полезно. И у нас можно опять делать эту операцию, потому что мы накопили 100%. И я просто сохраняю этот уровень разведки. Отлично. Захватили Рудольфа Гесса. Неприятная ситуация произошла. Борман минус 10% организации нам дает. Надо его поменять обязательно. На, пожалуй, вот этого парня. Кстати говоря, у нас авианосцы получили урон, пока здесь тренировались. На целый месяц почина. Господи. Кринж болит, наверное, просто такой кринж. Расширяем снова связи здесь. Со всеми странами. И... А, здесь нужно 25% иметь теперь в них. Окей, я понял. Ну вот, Болгарию скоро сможем позвать. Румыния, смотрите, Румыния... Здесь, хотя бы, на 15-ти, наверное, Венгрию позвал. Нам бы Румынию позвать в следующем обязательно. Объявляем войну в Швеции. Так, начинаем. Почему не начинаем? Начинаем войну. Закатываем все территории. Единственное, что я не сделал, это я бомбардировщики сюда не подвел. В принципе, стоит это сделать. Так или иначе, некоторые бафы мы получим с этого. Ну и можно даже немножко истребителей с всяких их задач других перевести. Ой, как же мы здесь много теряем танков. Давайте не будем заниматься этой херней. Это просто невероятное расточительство получилось. Германия осуждает японскую агрессию. Согласен. Какой ужас. Плюс 5% ресурсов мы за это получили. Очень выгодное суждение. Давайте глаза на восток и посмотрим, там долгая подготовка нужна к Барбароссе. Давайте начнем ее уже. Ну и начнем уже готовить выставки, пожалуй, сюда, сразу после падения Швеции. Швеция пала. Переводим, во-первых, нашу вот эту армию, пожалуй, сюда. Вот эту армию, пожалуй, вот сюда. И, ну да, я думаю, вот этой армии плюс танковый, плюс ВДВ нам должно хватить примерно. Итак, у нас появляются новые решения. Как раз таки на вот эту операцию на востоке. А, и мы тут будем потихоньку, я так понимаю, нормативное решение и готовить нам бафы. Нормально. Забавно, у нас тут планы подготовки типа уже готовы. А, нет, конечно же, мы ждем, ждем. У нас уже доступно решение, но, конечно, нам нужно прям хорошо будет подготовиться. Итак, вовсю уже происходит битва за Британию, а теперь здесь мы более-менее контролируем воздух, хотя нет предела совершенству. Можно еще добавить сюда истребителей. Но, в целом, мы готовы очень солидно. Здесь мы вообще готовы прямо сейчас высаживаться воздухом. Здесь все еще нет. Нужно все еще победить в воздухе окончательно. И мы несем нормальные такие потери в процессе. Ну и здесь тоже у нас периодически дамажат солидный такт. Ну, я бы сказал, мы очень уже близки к этому. Плюс наш лот готов уже воевать. Единственное, по топливу, конечно, мы еще слабоваты. Нам нужно достроить и здесь здание, по нефти. И плюс обязательно еще подимпортировать. Это я не знаю. Потому что, чтобы повоевать на море, надо еще найти, во-первых, этот флот. И зарать кучу топлива на этом. И мы готовы. Отплывают наши корабли. Пробуем мы вместе с этим делать десантные выездки. Периодически мы можем, так что они будут начинать совершаться. И Британия забыла укрепить порты? Что? Они просто думали, что мы решим не высаживаться? Они слишком были ослеплены нашей обыдовкой к Барбаросу, или что? Где это легендарное сражение? Где все? Я надеюсь, что хотя бы на море у нас мы увидим вражеские корабли. У нас немножко дамажат, по 0,4 урона. Здесь чуть побольше, но все еще очень для них неэффективно. И вместе с этим стоит сделать вот так. Следовательно, я все жду их флот, но его все нету. Несерьезно, британцев просто не было войск на гарнизоны? А? Все так просто? Даже как-то, ну, интересно, блин. Здесь, конечно, он происходит атаки воздуха на наш флот, но это нормально, как я и сказал. Они несут намного большие потери в воздухе, чем мы по флоту. Видите, у нас почти все идеально цело. Здесь небольшие буквы урона. Ну, небольшой урон на различных кораблях. Ну, все, Британия, все, и США даже не успеют вступить войну, я полагаю. Все, что против меня выставляют британцы, это вот это. Кстати говоря, это неплохая часть всех флота, и мы неплохо так его дамажим. Линкор О, это интересней. Вежитансы понимают, что возможно, возможно, стоило заниматься, так сказать, флотом, возможно, стоило защищать свою страну на море, но уже слишком поздно. Единственное морское сражение, которое Британия дала, ну, плюс-минус нормально, это здесь все-таки нормальное количество кораблей, я бы сказал, даже меньше нашего, но, ну, 36 легких крейсеров, много. И это все, это все сопротивление, которое оказала Британия. Остались еще даже союзники, не будет капитуляции всего Альянса. Это меня несколько раздосадовало. Я ожидал, что капитулирую сразу весь Альянс, и все. Мне не придется сейчас воевать и с Америкой, и с Советским Союзом, но нет, похоже, все-таки что-то необходимо сделать все равно. Нет, нет, это был фейк. Это был фейк. Британия, все. Давайте-ка делаем марионетки, что я могу сказать. Еще я заберу флот всех стран, что здесь были. Ну и все. Здесь мы делаем, конечно же, обязательно марионетки из Швеции, в Европе. Страны здесь мы интегрируем, Брит, Англию, вообще выделить может можно было, но особо нет, но мы, я думаю, сможем здесь что-нибудь нажать, если что. Это все окей. У нас есть какие-то новые решения? Возможно, это подождать ради них? И, я думаю, уже пора планировать полноценно Барбаросу. Тут Миния над Англией? Вроде тут Миния. И она разрушилась перед нашей мощью, ну да. Мы войнём с Непалом. Непал, Австралия и мускат и Аман. У меня есть подозрение, что так не должно быть, но допустим. Там Эдвард восьмой забегает, куда он сбежал? Ну-ка. А, я понял. Тут парень, что Который Ход Престола и теперь, когда мы заняли территорию, мы разрешили ему вернуться. Ну, смотрите-ка. Германия наконец-то побеждает и открывает нам третий договор Версаля решения. И, ну-ка. А, Морской Лев успех? Я думал, что они никогда не сдадутся. Они сдались. Вот Англия всё-таки, да, отдельная государство выделилась, как в принципе было ожидаемо. Добавно, что они всё ещё следуют фокусы, которые ну, немножко про войну Британии с Германией. Так, я думаю, нам нужно на чём-то сэкономить деньги. Начнем, пожалуй, вот с этого. Да? Да. Можно вот эти изменения потерпеть в принципе. Это раз, два, возможно, я бы поднял налоги. Смотрите, что это изменит? Политка, плевать, стабильность, плевать. На промышленность неприятные дебафы, да? Но нам нужно как-то деньги иметь. Надо всё равно в плюсе оставаться, так что надо поднять налоги. Мы продолжаем здесь вот готовиться к войне на Востоке. Собственно говоря, нажимаем кнопочки, потом, когда мы начнём войну, будет у нас солидный баф против них. Правильно, здесь мы подготавливаем дополнительные пехотные дивизии, именно боевые. И наши гарнизоны готовы. Война вот эта вот продолжается, смешная очень, но что поделать. мы теперь немножко меняем. Блин, давайте не так, давайте вот так, пожалуй, всё-таки. Это пускай остается, там плевать. и нам всё-таки стоит в Англию какие-то войска закинуть на всякий случай. Вот нам уже можно пригласить Болгарию, давайте пригласим. Отлично. Нужна Румыния для красоты и полноты картины. И, ну, не очень. Хотя, ну да, типа получится на грани, наверное, всё это сделать. Просто всё ещё грант вот этот дебильный есть. И, ну, хочется доесть, чтобы была красивая картина перед нападением. Ну, посмотрим, как получится. Так, мы ещё закинули минус 10 стабильности Советскому Союзу. Это всегда приятно. И потихоньку мы оканчиваем подготовку к вторжению. Вот ещё авиабазы. Давайте начнём с инфраструктуры, пожалуй. А затем авиабазы. И, видимо, это будет уже всё. Можно, кстати говоря, здесь в различных провинциях пограбить их. и пособирать себе заводы. Я, пожалуй, так и сделаю. Но главное, ещё деньги пособираю. Их мне не очень хватает обычно. И я бы вместе с этим расширил бы наши ресурсы. Где там наш Геринг. А вот же он. 900 денег я соберу и получим ещё 3% ресурсов. А нет, смотрите, можем из Польши 2% получить сразу. Давайте. Ресурсы прямо текут к нам, я бы сказал. И это прекрасно. Подготавливаем авиабазы. Уже подходит июнь, собственно говоря. Скоро уже всё начнётся с Румынии. Ещё всё ну, никак пока что. Самое главное, что Болгарию и Венгрию я взял. Румыния, потому что потяжелее так будет. Ну, посмотрим. Посмотрим. Я ещё увидел вот здесь вот, прежде чем нажать вот эту кнопку, что можно отправить дипломатов в Финляндию и в Румынию. Может быть, мы с ними сможем договориться тоже. Именно по этому решению. А здесь у нас всё отлично. Единственное, здесь у небольшие минусы. Но сейчас мы перекроем его резко, дерзко. Здесь у нас всё отлично. Ещё один забавный факт. Поставить сюда ПВО мобильное даже выгоднее, чем поставить всю эту артиллерию. Типа, господи, вот она. Плюс 9 софт-атаки сверху. Понятно, ещё больше эйра атаки. Но больше софт-атаки, меньше защиты только. Самое главное, это ещё и дешевле. Не вижу, как говорится, минусов сделать вот так. Нужно ли нам сюда ПТО? на мой вкус нет. На мой вкус нет. Нужны ли нам сюда моторки? Обязательно дополнительные. Сейчас немножко подколдуем и сделаем что-нибудь финальное. Что-то вот такое. 6000 моторок, 1500 ПВО. Сейчас мы всё это чудо обязательно покроем. Я думаю, пора формализировать Берлинский пакт с Китаем. Здесь всё равно нам такие другие фокусы особо это не нужны. Главное спеть подстроить побольше моторок и побольше мобили... Мотор... Ну, моторный ПВО. Эти парни у нас практически готовы. Давайте не будем их обучать, пускай побольше моторок доедет. Ну и нормально. Плюс-минус. Да, у них типа неполная боеспособность, но это только за счёт новых единиц, которые мы добавляем. Текущие уже все были, они уже боеспособны. И вот да, отправить дипломатов в Румынию и Финляндию. Давайте дождёмся. И, кстати говоря, можем ещё мы подготовить рейх и армию к длительной войне. И это прям неплохая тема была бы. Но у нас нет денег. А сколько больно нам будет сделать вот это смерть и налоги? Ну, кстати говоря, в целом неприятно. Вот это я думаю мы точно можем сделать. Давайте, знаете что? А, ну и наверное, когда сменим, у нас будет кулдаун, да? Можно было просто сменить вот это пониже, потом вернуть. Давайте вот это мы сменим и выше сюда поставим. И, кстати, нет, мы в теории можем менять это сколько угодно, да? Ну да, давайте тогда так, а потом вернём. Смотрите-ка, они пришли к нам уже и хочется на последнюю кнопку нажать уже. Было бы это прям очень классно. Что насчёт наших Балкан? Как вы, у меня, короче говоря, затиривается наступление чуть-чуть, чтобы накопить деньги на длительную войну и чтобы Югославию захватить вместе с Грецией. И после этого сразу начнём. Ну это всё в следующей серии. А это подошла к концу, ребят, с вами был Дубль. Подписывайтесь, если вдруг ещё не подписаны. Лайки, комментарии, всё как обычно. До скорых встреч, пока.